Друзья, всем привет! С вами компания Сферокар и я старший менеджер компании Артем. И хочу сегодня вместе с вами разобрать сегмент и один из самых популярных и для вас интересных. И это мини-вены. Сейчас курс у нас немножечко подснизился. В связи с этим автомобили стали намного дешевле. Пока кто-то еще оттаивает и думает, вот приобретать или не приобретать автомобиль, оттаивает от этого курса в 120, у вас есть великолепная возможность приобрести себе хороший автомобиль. И очень выгодно, потому что конкуренции сейчас на рынке намного меньше. И это только первая часть, заметьте, первая часть, потому что сегмент, а именно мини-венов, да, в Японии просто огромное количество. Начнем с самого первого, одного из вашего любимого автомобиля. Это Toyota, Toyota Voxy. Toyota, что, управляем мечтой, правильно? ZRR 85G, а это значит полный привод, иксовая комплектация, 151 тысяча пробег, 3,5 оценка. Вот такой вот, в принципе, незрачный, полноприводный автомобиль. В чем плюс? В том, что если вы не хотите себе гибрид, и вы ездите очень часто на Байкал, или вы живете где-нибудь, на Сахалине, на Камчатке, и вам нужен полный привод, пожалуйста, вот вам вариант. Стоимость данного автомобиля 1 300 000 рублей. И прошу заметить, это 2019 год. Дальше. Идем по списку дальше. Здесь у нас уже спрятался гибридный вариант. Это, наверное, наиболее популярная версия, приобретают которую наши клиенты. Черный цвет. В комплектация, богатая комплектация. 2019 год. 139 тысяч пробег, 3,5 оценка. И сколько же, вы спросите, стоит этот черный бриллиант? А вот, пожалуйста, 1 576 тысяч рублей. И если вы уж хотите прям повыпендриваться на дороге, да? А я знаю, вы хотите. Здесь вам вот вариант. ЗС керамики. 80 тысяч пробег, четверка, оценка. Ну, посмотрите, как он выглядит. Это просто стиль на колесах. Очень стилевый автомобиль. Так. Ну, вот это вы можете, если вы где-то на Сахалине, или даже не на Сахалине, причем сразу Сахалин, да, скажете вы мне, где-нибудь в России, к примеру, живете, скорее всего, вот эта вот нижняя губа, она останется где-нибудь позади вашего автомобиля. Но если по ровным дорогам, где-нибудь в Москве, в Питере, то советую, будете выделяться. Но тут 2 миллиона 70 тысяч рублей, пожалуйста. И у них еще же есть альтернатива Нох, да? В Оксе Нох. Нохи, на самом деле, меньше заказывают, в учет того, что они, ну, как-то визуально не очень выглядят. На самом деле, все на вкус и цвет. Абсолютно одинаковые автомобили по салону, только немножечко отличаются по внешнему виду. И есть у них старший брат, это Toyota Esquire. Вот, пожалуйста. 2019 год, гибридная версия, GIA-комплектация, 152 тысячи пробег, 3,5 оценка, ваш любимый белый цвет. Все для вас. Стоимость данного автомобиля, они, ну, на порядок дороже, чем в Оксе Нох, потому что у них другой внешний вид, отделка салона немного другая, да, то есть есть и с кожаным материалом, сиденья, то есть, ну, все, как вы любите. 2 миллиона 95 тысяч рублей. 2 миллиона 95 тысяч рублей. Но этот автомобиль не надо ставить в одну линейку, то есть он немножечко повыше, чем в Оксе и Нох. Он где-то в середине между топовыми вариантами, как Альфард и Велфайр. Далее. Ну, давайте подытожим, наверное, да, касаемо этих автомобилей. Это машины, которые максимально надежные. Ну, Toyota, вы сами знаете, это надежность. Гибридная установка, все то же самое, что у Prius, да, если мы говорим про гибрид. Ломаться нечему, ходовка максимально простая у автомобиля. Какой-то особой динамики от этого автомобиля вы не получите. Но максимально спокойно добраться с пункта А в пункт Б и потратить минимум топлива, и иметь надежный автомобиль у себя, пожалуйста, вот эта линейка из этих автомобилей вам подойдет. Дальше. Дальше хотелось бы вам показать тот автомобиль, который наступает на пятки Toyota, да, а, наверное, уже наступил и переступил. Это Honda Step Wagon. Кузов RP1. Это самая простая модификация. Передний привод, полторашка на 150 лошадиных сил. L15B двигатель стоит. 83 тысячи пробег, 3,5 оценка. 18-й год. Вот такой красавец. По стоимости 1 260 000 рублей. Ну, неплохая стоимость для автомобиля, который будет закрывать все ваши параметры. И он довольно-таки динамичный. Далее. Далее у нас... А вот этот вариант, вот этот вариант я вам открыл специально. Вы все говорите о чем? Полторашка, турбина, максимально, ну, оно же не складывается, да, минивэн, полтора литра, турбо. Так вот, пожалуйста, 320 тысяч пробег. То есть у этого автомобиля ресурс довольно-таки немаленький. Открыл вам его специально. 2018 год. Причем еще и неплохое состояние у автомобиля, да, как мы видим по салону. Ну, здесь есть замечания, замены, ничего страшного. 3,5 оценка. И вот стоимость этого автомобиля 1 127 000 рублей. Если уж прям очень сильно хочется минивэн, а бюджет, ну, не такой большой, да, ну, пожалуйста, ради бога. Вы на нем еще 100% проездите. В последующем, возможно, какие-то агрегаты придется поменять. Но это же потом. Поэтому, если очень сильно хочется, пожалуйста. Далее. Далее у нас полноприводный. Такой же вариант, только полный привод. 157 000 пробег, 2018 год. И стоимость данного автомобиля, ну, скажем прямо, она очень копеечная. Это один из таких дешевых вариантов. 891 000 рублей. Довольно-таки дешево, правильно? За минивэн 900 000 рублей. Ну, это прям какой-то подарок. Ну, у него здесь были, здесь есть отметки. По-хорошему надо делать перевод, да. Ну, в среднем возьмите в районе миллиона рублей, миллион на 100. Также можно более-менее хорошее приобрести. Вы скажете, а что нам, ну, вот эти вот РП-1, РП-2, вам что надо? Вам надо спаду, правильно? Спада, Cool Spirit, Honda Sensing, вот это вот все, что вот есть, все вот эти вот слова, да. Вот, пожалуйста, вот вам РП-3 спада. Как вам нравится? Пурпурный цвет, очень красивый. Уже стилево выглядит в плане оптики. Посмотрите, какая она, уже морда такая более агрессивная. Ваку-ваку дверь, очень удобная, да, в эксплуатации. И знаете, что я вам хочу сказать? Все-таки Honda, она обогнала Toyota. Ну, это на мой взгляд, да, субъективный. Ну, и не только мой, скорее всего. Садишься в этот автомобиль, очень удобный обзор, очень удобная посадка. Вот, как все оформлено, где какие кнопочки, подстаканнички. Все очень максимально удобно в этом автомобиле. И это большой плюс у Honda. Ну, и внешний вид. То есть, он уже не такой простой, да, как у Toyota. Здесь уже есть чем покрасоваться. И самое-самое интересное, что я не сказал вам стоимость. Сейчас вернемся обратно. 1.835.000 рублей за этого красавца. Но у него оценка 4.5. Это очень высокая оценка. И пробег всего лишь 83 тысячи. Следующий вариант. На десерт вам оставил. Это Honda Step Wagon в кузове RP5. Скажу вам честно. Это один из моих самых любимых минивэнов. Потому что в нем стоит лэп-двигатель. Такой же, как у аккорда. То есть, грубо говоря, это тот же самый аккорд, только в оболочке минивэна. И что вы получите? Вы получите сумасшедшую динамику. Куда-нибудь едете, там, в межгород, отдыхать. Идете на обгон, дали ему, и он пошел. То есть, это один из самых, наверное, динамичных минивэнов. И этим он может похвастаться. У них хорошие комплектации. То есть, здесь вы получаете прям такие заряженные эмоции. 71.000 пробег, 3.5 оценка, 18-й год. Вот, темно-зеленый цвет. Стоимость данного автомобиля 1.950.000 рублей. Ну, еще вам один оставил вариант. Хочу показать. Вот в таком белом цвете. Вам же белый нравится? Нравится. 121.000 и x-комплектация. Четверка оценка. То есть, здесь также двери ваку-ваку. Все есть в этом персике. Какой у него салон. Вот, чтобы вы понимали, надо в этот автомобиль сесть. А когда ты садишься в него, волей-неволей хочется куда-нибудь поехать. Куда-нибудь далеко, надолго, чтобы вот так сел и едешь с кайфом. Так, ну и стоимость этого кайфа. 2.034.000 рублей. Окей, вы знаете, вот если выбирать, если у вас бюджет в районе 2, и вы не дотягиваете до Альфарда, там, до Валфаера, я бы смотрел бы в сторону степа. То есть, это такая золотая середина, и которая вам даст эмоции, и закроет ваши все потребности. Ну, и давайте пойдем дальше. А что дальше? Правильно, дальше у нас Альфарды. Это уже рест, видите, обновленная мордочка у него. Оптика стала более такой вот обрезанной. Да, ну, на мой взгляд, она выглядит довольно-таки сурово. Если вот брать 20-й Альфард, он выглядел, ну, Валфаер тогда выглядел намного лучше. Если сейчас посмотреть в 30-м кузове, то Альфарды, на мой взгляд, намного красивее, чем Валфаеры. Итак, 88.000 пробег, 3.5 оценка, иксовая комплектация. У этого автомобиля 8 мест, белый цвет, светлый салон. 2018 год, повторюсь еще раз, 2.881.000 рублей. То есть, затоповый минивэн с двигателем 2АР, который будет экономить ваш ресурс. То есть, сам по себе мотор надежный, плюс налог у вас небольшой. Потому что, ну, вы скажете, а зачем? Есть же левый руль 3.5 на 300 целых лошадиных сил на переднем только приводе, у которого расход, наверное, в районе 15. Ну, а здесь, пожалуйста, у вас и полный привод, у вас гибридная установка. Налог небольшой и очень-очень огромный ресурс. Потому что этот двигатель, он ставился не только в Альфарды, в Харьер, в Крауны. То есть, ну, если не в один автомобиль ставится этот двигатель, значит, определенно этот мотор очень хороший. Так, и вариант, ну, такой пожирнее, да. SR-комплектация, 3.5 оценка, 91.000 пробег. Посмотрите на эту мощную моську, а. Ну, красавец. На этом автомобиле явно будете выделяться. 3.200.000 рублей. 19-й год. Тойотовский аукцион, строгий аукцион. Здесь из отметок, в принципе, только на пороге есть нюанс. И то по-хорошему. Ну, здесь вы на фотографии его вряд ли увидите. Дальше. Дальше у нас идет альтернатива. Просто немногие знают, на наш рынок выпускаются только Альфарды. Но, если как-то, опять же, если вы хотите выделяться, есть тому альтернатива. Это, знаете, вот есть ноах, есть Voxi. А есть Альфард, либо Вилфаер. Вот, пожалуйста, вот вам Вилфаер. Черный цвет, RK, оценка 65.000 пробег. Пробег вообще маленький. Здесь есть замечание, замена по левой двери. Стоимость данного автомобиля 2.700. 2.764.000. И еще один вариант. Это у нас ZR комплектация, белый цвет. Но здесь тоже, ну, передняя часть очень мощно выглядит. Четверка оценка, 113.000 пробег. 18-й год. Стоимость данного автомобиля 3.209.000 рублей во Владивостоке. Подытожим. Альфард Вилфаер, да, это хедлайнер, да, хедлайнер продаж. Это тот автомобиль, который хотят себе все. Те, кто ездят на Voxi, на Noachi, хотят себе Альфард. Те, кто ездят на Альфарде, хотят себе новый Альфард. Вот. Поэтому, ну, здесь на любой вкус и цвет, на любой ваш бюджет можно подобрать хороший минивэн. И очень сильно выделилась Honda. Что они сделали? И заметьте, во всем, во всем, во всем модельном ряду у них есть большое разнообразие. Возьмите шаттлы, везели, степы. Передний привод бензин, пожалуйста. Полный привод бензин, пожалуйста. Передний привод гибрид. Ради бога. То есть, у них линейка, только у Хонды линейка она вот такая. И мы не берем еще в расчет те автомобили, которые, ну, такие, нано-минивэны. Как, знаете, Honda Freed, там, Toyota Isis, да, отнесем ее к минивэну. Если, кстати, мы делали видеоролик, и ссылочка будет вот здесь. Обязательно. А, не, вру, вот здесь. Вот здесь будет ссылочка. Сюда не заходите, вот сюда заходите. Друзья, и что хотелось бы сказать. Выбор минивэнов японских, он очень большой. В отличие от рынка других производителей. Если вы найдете минивэн от другого производителя, то стоимость будет высокой. Ну, и там раз, два, три, четыре варианта, и выходите, выбираете, в принципе. И выбирать-то нечего. Вот. И это только первая часть. И чтобы не пропустить вторую часть, вы должны обязательно подписаться, потому что дальше будет еще интересней. Если хотите себе заказать крутую японскую тачку, а именно минивэн, да, и без разницы, седан, хэтчбэк, кейкар, там, электро. Да, я сейчас буду перечислять очень долго. Вот сюда. Вот сюда. Вот здесь контакты в описании. А вот здесь наверху ссылочка на WhatsApp. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok